Всем привет дорогие друзья, с вами Мэттскрим. Как я и говорил, разработчики будут нас заваливать информацией перед китайским новым годом. Так и случилось. В первую очередь заварили новыми кодами, которые дают огромное количество ресурсов. Все эти 4 кода вы можете найти в Весоботе по ссылке в описании в разделе код. Вот этот самый свежий, который дает одно ядро, также пакет фрагментов скина и тысячу гемов. Второй дает свитки гемы, третий вот такие вот ресурсы и четвертый свитки гемы. То есть в принципе все работает, можете переходить, вводить все коды и забирать также эти ресурсы. На данный момент все активно. Ну и в данном видео мы разберем навыки нового героя превосходства Эос, которая появится уже в эту пятницу. Они опубликовали эти навыки во вторник, хотя это происходит в среду, но в среду уже у нас с цифрами, а сейчас будут навыки без цифр. Но в принципе уже будет понимание того, что она будет из себя представлять. Итак, активный навык. Наносит урон всем врагам от своей атаки. Когда активный навык используется в бою впервые, наносит дополнительно урон от поджога. Этот поджог зависит от максимального здоровья цели и не превышает определенный процент атаки Эос. Поджог действует три раунда. Также вызывает Вечное Солнце на вражеское поле. Если Вечное Солнце было вызвано при использовании активного навыка, сверху накладывает еще Божественное Возмездие на всех врагов. Итак, что такое Вечное Солнце? Это эффект навыка. Оно не складывается. И в конце каждого раунда Вечное Солнце поджигает цель и наносит урон от максимального его здоровья. Которое также не превышает определенный процент атаки от Эос. И с определенным шансом накладывает ослепление на определенное количество раундов. И когда Пожиратель из Солнца Эос умирает, Вечное Солнце также исчезает. То есть за счет этого эффекта мы поджигаем цель и также накладываем ослепление. Напоминаю, что такое ослепление. Во-первых, это эффект контроля, от которого можно защититься иммунитетом контролю. Все навыки ослепленных врагов будут выбирать только одну случайную цель из противоположной команды. Если по-простому, то все активные навыки героя будут атаковать вместо всех целей, которые указаны в описании, только одну. Вот это довольно-таки сильный контроль и сильно он снижает урон, исходящий от противника. Далее Божественное Возмездие. Это также эффект навыка. Он наносит урон фиксированный, процентный от атаки Эос. Но он не может критовать. И самое главное, что этот урон не может быть снижен какими-то срезаниями атрибутов. Насколько я понимаю, здесь говорится именно об этом. То есть какие-то снижения урона, которые воздействуют на героя, это там воровство атаки или что-то подобное, они не будут снижать урон от этого навыка. То есть они искусственным образом сделали так, что Эос будет наносить довольно-таки высокий урон вот именно с этого навыка всегда. Это довольно-таки интересно и посмотрим, насколько это будет сильно. Далее Базовая Атака. Наносит урон, который зависит от атаки Эос врагам в первом ряду и поджигает их, нанося дополнительный урон от их максимального здоровья. Также накладывает на себя восстановление здоровья от своего максимального хп на определенное количество раундов. Далее Второй Пассивный Навык, который будет разгонять ее по характеристикам за счет смертей. Всякий раз, когда враг умирает, увеличивает весь нанесенный урон на определенный процент, на определенное количество раундов и также свою энергию. То есть за счет смерти противника мы бустим свой урон и энергию. Когда умирают союзники, увеличивает снижение урона и также иммунитет к контролю. То есть довольно-таки вкусный эффект и интересно будет узнать именно какой процент это будет действовать на самого героя, потому что пока это неизвестно. И Третий Пассивный Навык, когда Пожиратель Солнца Эос умирает, то на всех врагов накладывается энергетическое колебание. И на сторону врага призывается Поглощающее Солнце. Значит Поглощающее Солнце это эффект навыка. Он не складывается. Поглощающее Солнце применяет энергетическое колебание ко всем врагам в конце каждого раунда и с шансом определенным снижает их энергию. То есть это так сказать пассивная керри, которая с каждого раунда будет снижать энергию противника и не давать им ультовать. В общем это мне напоминает какое-то керри превосходство, которое будет постоянно выжигать энергию противникам даже в тот момент, когда она умерла. Это довольно-таки интересно и будет интересно посмотреть также какое количество раундов это будет действовать. И энергетическое колебание это также эффект навыка. За каждое очко энергии у врагов наносят им определенный урон от процента атаки Эос. Или же от процента атаки самих целей пока непонятно. Вот такие вот эффекты, которые также очень похожи на эффекты и навыки керри. В общем герой заточен на поджоге, на постепенный урон, который очень сильно бустит свой урон за счет смертей и также выживаемый за счет смертей на вашей стороне. Соответственно за счет смертей на вашей стороне можно будет какие-то команды придумать. Вместо с тем же сосмодом с керри, которая также будет выжигать энергию. Но помимо самой Эос, я думаю, что будет интересно ее покомбинировать как-то и потестить. Но это еще не все. Разработчики также опубликовали свой гайд о том, что они рекомендуют вообще использовать с этим героем. Но здесь мы можем увидеть героев превосходства. Тот же осмод и Андрей сразу выделю, которые также ставятся в команду за счет смертей. Керри в вашей команде, соответственно вот синергия уже прослеживается. Также Рога, ну в принципе это стандарт. Вот стандартные герои, которые и так используются сейчас в том же ПВП. Далее по камню советуют скорость плюс атаку или атаку плюс здоровье. Атака плюс здоровье довольно-таки хороший камень в том случае, если вы передаете характеристики в домовладении. Ну а использование этого камня в ПВП не знаю. Скорее всего в ПВП будет все-таки скорость плюс атака. И скорость плюс атака, смотрите, они делают так, чтобы забустить ее поджоги еще сильнее за счет атаки. То есть они нам хотят сказать, что у нее будет достаточно выживаемости даже без камня со здоровьем. Интересно будет посмотреть. Ну и артефакты, которые они рекомендуют. Это новая вот эта арфа. Я точно не помню, как она называется. В общем она позволяет вам ультануть в первом раунде. Помимо этого бустит сходу весь ваш урон. И довольно-таки существенно. Ну и второй артефакт более такой на выживаемость. То есть один на урон, второй на выживаемость. Интересно, вот эти артефакты они привязаны к камням или нет. Потому что смотрите. Скорость плюс атака именно под арфой. И атака плюс здоровье именно под короной. То есть возможно даже не разделили вот так вот. Какой-то атакующий билд и сейвовый билд. Ну в общем корона я думаю у многих есть. Поэтому можно будет использовать в принципе ее. Но опять же этот гайд он не всегда так сказать правдив. Иногда его вообще стоит пропускать и игнорировать. Потому что билд может быть абсолютно другой. Ну и героев домовладений, которые будут бустить саму Эос. Это обычная Эос, Рассел в первом доме. Во втором доме Веса и Аннабель. В третьем доме Сяхо и Наташа. А, ну давайте я еще посоветую по героям. Значит в первом доме я думаю, что вторую Эос вы точно не скрафтите. Поэтому можно Рассел оставить и так сказать его там подкачать. Чтобы он больше характеристик передавал. Во втором доме Веса и Аннабель. Если у вас Веса не в доме, то можно в принципе забустить Эос за счет Весы. Ну а если у вас Веса в доме, так же бустится. То Аннабель ставим. В третьем доме обязательно ставим Сяхоу. Потому что этот герой можно его в принципе использовать даже в ПВП. В отличии от Наташи по-моему. Наташа вообще нигде не используется. Поэтому пропускаем. Ну и Аспен это вообще для мажоров. Если у вас так же не бустится Аспен в доме, то можем поставить. В общем такой мажорненький состав на самом деле по домовладению. Поэтому не каждый сможет себе позволить. Все друзья, всем огромное спасибо за просмотр. Следите за следующими видео. И чтобы их не пропустить, подписывайтесь на канал. Поставьте палец вверх этому видео, если было полезно и интересно. И увидимся в следующем видео. Я думаю разработчики готовят нам много интересного. Постой путешественник. Это я, королева фей веса. Если тебе нужно быстро разобраться в игре, купить или продать аккаунт, найти лучшую гильдию в игре, ну или приобрести самый дешевый донат, я к твоим услугам. Ты можешь найти меня вконтакте или телеграм по ссылке в описании. Я буду ждать.